Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Ну что ж, мои хорошие, прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению поберухи, я хочу всех мусульман поздравить с праздником Ураза Байрам. Ну и конечно же нам всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви, всяческого благополучия, сбытия всех самых сокровенных мечт, ну и конечно же мирного неба над головой. Всего вам самого-самого наилучшего, мои хорошие. Ну что ж, а мы с вами приступаем к обсуждению амнезии поберуховны, друзья мои. Да, она собственной персоной выкатилась сегодня, очередной был у нее ролик. Кстати, вот сейчас, когда я вам все это дело рассказываю, делаю, так скажем, свой обзор на Лельку, Лелька благополучно, друзья мои, на том же месте, в тот же час сидит, стримит и уже, вы не поверите, да, ребят, уже клянчит на молочный цех. Ну что ж, как говорится, долго ли умеющий, да, это работать надо, знаете, кому-то для того, чтобы заработать денег. Ну а кому-то, собственно, неплохо сидится и с протянутой рукой, согласитесь. Поэтому, знаете, когда забегают некоторые подбитые, как говорится, побитые жизнью от поберухи, ну или от таких же блогеров, как поберуха, ко мне на канал, да, и не только ко мне, и на другие обзорные каналы, но я говорю за себя, да, так вот, и начинают писать. А, ты тоже зарабатываешь. Ну да, есть две большие разницы, работать и зарабатывать, или просто сидеть и клянчить деньги, и уж тем более, ребят, где такое видано, каждый божий день, это тоже, знаете ли, да. В общем, Лелька вышла сегодня с роликом под названием «Рано радовалась, он не приехал». Ну что ж, умеет, друзья мои, умеет она заинтриговать. Ну а к Шурику мы обязательно позднее в конце ролика моего перейдем. Ну что, поберуха, друзья мои, ролик у нее начинается с того, что она опять включила вот эту добродетельную мать, прекрасную хозяюшку, которая день и ночь занимается, друзья мои, делами. Дела, говорит, все никак не заканчиваются. Слава Богу, что, мол, есть помощники, и я вот сейчас тоже дома совсем пытаюсь справиться, в том числе и сама. Лелька демонстрирует, что дела, куча дел, все очень тяжело. Ребят, вот знаете, честно, мне уже смешно. Вот чем больше появляется у поберухи помощников, тем больше Лелька у нас устает, да, причем так было абсолютно всегда. Всегда, даже тогда, вот когда у нее Сергей Петрович работал, да, там Надежда работала или кто-то другой там из женщин, а Светочка приезжала, да, еще на подмогу, так скажем, всегда Лелька очень сильно уставала. Мы уже смеялись с моими зрителями по этому поводу, что, ну, как так можно? Уже скоро будет помощников больше, нежели детей, за которыми нужен глаз да глаз. Но поберуха у нас очень сильно уставала. Ну, что ж, как говорится, каждому свое. Вот кто-то работает без помощников себе благополучно. И дом тянет, да, и загородный дом, или хозяйство, или дачу, или огород, и всех по-разному. Ну, а устает у нас только одна поберуха. Бывает, как говорится, кому сейчас легко. Лелька, Лелька нам демонстрирует, что много у нее дел. Достала в качестве рекламы пятновыводитель и говорит, вот, посмотрите, посмотрите, типа, сейчас, какие чудеса в решете будут проходить, происходить. Ну, и наша частюля, ребят, да, решила постирать свои кроссовки вместе, друзья мои, с детским рюкзаком, да. Все туда запихала и говорит, вот, смотрите, как все замечательно проходит, как все вот там потом показала, как все, значит, очистилось, как все отстиралось. Лелька, ты просто молодец. Додуматься с рюкзаком, отправить кроссовки, это, конечно, надо очень сильно постараться. Далее, друзья мои, на этом Лелька решила не останавливаться и продемонстрировать, как она, значит, отмывает там раковину свою и чайник. Чайник, ну и что? На что я обратила свое внимание, ребят? Конечно же, на то, что раковина была достаточно грязная и чайник, вы знаете, тоже был не первой свежести, тоже был такой, я бы сказала, грязненький. Конечно, все бы ничего и, как говорится, всякое бывает, да, ну, в общем, это понятно, но кто у нас постоянно себя, значит, стучал кулаком в грудь, рассказывая о том, что я такая чистюля, я такая чистюля, что я спать не лягу, если у меня где-то что-то будет непомытое. Ах, да, мы-то вспомнили, это рассказывала сама поберуха о том, что она спать не может лечь, да, не может заснуть, если у нее где-то какой-то беспорядок. Помните, она говорила о том, что вот, мол, типа, посмотрите, как все должно быть, какая чистота, но что-то смотрим как-то особо, знаете, чистоты не наблюдается. И сразу почему-то вспоминаются слова ее, вот этой, значит, зрительницы, которая к ней приезжала, помните, а потом кричала в чате, написывая комментарии, да что вы себе думаете, хейтеры у Олечки дома, вернее, в сараях чище, чем у некоторых из вас в доме, а с пола у Олечки можно есть. Кстати, я бы вот, я бы воздержалась, я бы есть на полу бы точно не стала, причем нигде, да, а уж у поберухи-то тем более, глядя на то, в каком у нее все состоянии, да. В общем, ладно, друзья мои, кстати, на что я еще обратила внимание, когда она занималась глажкой белья, демонстрируя, какая же она молодец, вот, знаете, вот некоторые не гладят, а я-то глажу, а я-то это, а я-то туда, а я-то сюда. Да, поберух, ты знаешь, ты, собственно, можешь много чего себе позволить, учитывая то количество помощников, которые у тебя есть, да. За тебя вечно кто-то готовит, вечно кто-то стирает, вечно кто-то намывает, все делает, да, да уж чего бы, собственно, и не погладить на камеру. Можно это сделать без проблем. Ребят, но на что я обратила свое внимание? На ее грязные черные пятки. Обратите внимание, если кто будет смотреть. Вот там было отчетливо видно, когда она шла, да, когда вот она занималась глажкой, и она ходит босиком, зачастую себя в доме, да, помните, она рассказывала и объясняла, по какой причине она даже это делает. Мол, говорит, вы знаете, чистоту полов я могу проверить, как хорошо ли справились мои помощники, которые дома, значит, у нее убирают, да, хорошо ли они справились, я могу проверить исключительно чистыми, голыми, вернее, ногами. Я еще тогда посмеялась и сказала, главное, чтобы ноги, Лелька, у тебя были чистые. Ну, и, собственно, что и требовалось ожидать, вот она, когда пошла, там же видно, там было видно, а было видно, что стопа у нее, ребята, такого, знаете, нечистого цвета, да, я бы сказала, грязновато-черноватая. Ну, в общем, как-то так. Ну что, а далее, друзья мои, Лелька, 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 которая нам продемонстрировала себя хозяюшку, у нее была встреча. Нет, не та самая встреча, которую мы все, собственно, ожидали, вот эту встречу, да, с Шуриком, вот эти поцелуи, они друг к другу бегут, признаются в любви и так далее, нет. Была встреча с блогером, с Доброславом, Доброслав 13, зовут его, насколько я понимаю, Константин, я тут ролик, кстати, не смотрела, где она его первый раз показывала, и блогера я такого знать не знала, и тут ролик я не смотрела, потому что я тогда пару дней, на пару дней пропадала с Ютуба, вот, как-то так. Ну и Лелька, значит, пока там с ним сидела, видимо, у них была такая своего рода коллаборация блогеров, да, и вот она сидела с ним, болтала, практически зевала, пока, ну, видно было, что ей было неинтересно все, что он ей рассказывает, это не, это все не для Лельки. Лельке интересно, вот, когда она села на стрим, да, вот это, знаете, бошку свою повязала вот этим платком, да, а вот это какую-нибудь там распашонку в пол нацепила на себя и сидит и начинает там, да, типа, дайте мне сегодня, там, вот, вот такая-то проблема, завтра такая-то проблема, нужно столько-то денег дайте, 300 денег, дайте 500 денег и так далее. И тут она сидела, почти засыпала рядом с этим Константином, потом, друзья мои, видимо, поняла, что ей надо включиться в этот процесс и говорит, вот, вот, у меня, говорит, заказали всего 3 килограмма шашлыка. Лель, странно, что у тебя эти 3 килограмма шашлыка заказали. Причем она сказала, не-не-не, шашлык был, конечно же, очень вкусный, но еще бы, Лель, естественно, ты будешь нахваливать свой огород, здесь, в принципе, все понятно, да. Да, она, она говорит, вот, всего 3 килограмма шашлыка заказали, но, видимо, после того, как они увидели, с каким количеством лука Лелька делает этот шашлык, да, и в каких условиях и так далее, видимо, люди решили воздержаться, да, и, собственно, за какие деньги, да, да, и кто делает-то поберуха, которая, я говорю, только 2 года тому назад, вообще, ей объяснили, как надо мариновать шашлык и так далее. Далее. Далее, значит, прощаясь вот с этим Константином, кстати, в комментариях Лелькины, видимо, зрители, очень-очень их волновал вопрос, а женат ли Константин? Вот, что я хочу Лелькиным ответить хомякам? Вот, поверьте мне, даже если этот Константин, я понятия не имею, женат, не женат, мне неинтересно, я его канал не смотрю, даже если этот Константин не женат, то в любом случае Лельке ничего не светит. Уж он точно на нее и на ее 10 детей не позарится, да, уж тем более она там говорит, что у нее 11 в животе, в общем, как-то так. Ну и, прощаясь с Константином, обнимались, целовались, и Константин немножечко, так, знаете, озвучил. Говорит, вот, что типа от Лельки к нему пришло огромное количество хейтеров. Ну, Константин, вы знали прекрасно, с кем вы устраиваете вот эту вот коллаборацию, да, ну, насколько я понимаю, каналы у него, конечно же, меньше значительно, нежели у Поберухи, ну, вот, хотели-хотели встретиться, хотели вот таким образом прорекламировать в очередной раз свои каналы, показать ху-ис-ху, надо было думать, кто такая Поберуха, знают абсолютно все, да, я говорю, можно набрать абсолютно спокойно на Ютубе, да, и не только на Ютубе, где угодно, наверное, уже, да, Поберуха, и вылезет как раз-таки Лелькин канал. Поэтому, что они хотели? Естественно, хейтеры пришли туда, Константину, на канал. Далее, друзья мои, Лелька поехала, говорит, ой, у меня сегодня столько дел, столько дел и так далее, поехала в перинатальный центр. Ну, и, значит, глядя, вот, сидя там возле перинатального центра, Лельки немножко взгрустнулась. Она говорит, не знаю, не знаю, говорит, возможно, говорит, буду и здесь рожать, как знать, говорит, очень бы, конечно, бы не хотелось, но это, типа, делает такой, знаете, такую мину, типа, вот, хочется рожать где-то в другом месте, хочется в Москве, да, чтобы это была платная клиника, платные роды. Здесь, как бы, говорит, ничего хорошего. Ну, понятно. Да, это говорит женщина на минуточку, которая четверых родила детей дома. Далее, после перинатального центра, Лелька опять делится с нами последними новостями. Вот, говорит, ждем Сашу. Вроде как едет. Все, говорит, ждем. У меня сразу по этому поводу, ребят, несколько вопросов. Во-первых, кто это все ждем? Я очень сомневаюсь, что кто-то, помимо поберухи, вот, если бы действительно все было так, как она говорила, да, ждал бы этого Шурик. Так, старшие дети, мне кажется, что он, по большому счету, он им сто лет не нужен, да. А младшие дети, если он на них там орал, повышал голос, да, а то, что он мог вести себя грубо, это было видно в роликах. И это Лелька показывала, когда он грубо относился к ее младшим детям, и к Дане, и к Якову. Это было очень, кстати, заметно. Так вот, кто ждет, помимо поберухи, этого Шурика, да? Ну, если просто представить, что его там нет. Это раз. Ну, а во-вторых, что значит вроде как едет? Я что-то, если честно, ничего не поняла, как это можно вроде как ехать, да? Если человек, если даже человек может соврать здесь, что он едет, да, а на самом деле он не едет, то какой смысл вообще пытаться строить какие-то отношения с этим человеком? Я вообще, если честно, не понимаю, как можно было, имея 10 детей, пытаться забеременеть от этого человека. Это вообще как-то очень странно, который вообще никакую ответственность за свою-то жизнь не несет, да, и не берет ни то, что уж за твою или за жизнь нерожденного ребенка. Далее Лелька рассказывает о том, что она сейчас собирается ехать наводить красоту. Говорит, будет чистка лица, будет маникюр. Ну, а что же, говорит, вы хотели? Я что, говорит, должна? Ну, типа, это не ради Шурика, нет-нет-нет, это только ради Лелечки, ради самой себя. Она говорит, ну, я же не должна выглядеть, как кикимора болотная. Лель, ты знаешь, а мне вот что интересно, да? То есть, значит, ради какого-то там альфонса-тунеядца ты готова прихорашиваться, делать себе маникюрчик, да, ехать там, значит, приводить себя в порядок и так далее. А вот когда ты выходишь на стримы, как ты говоришь, Ютуб – это твоя работа, да, когда ты выходишь на стрим к своим зрителям, которые, между прочим, да, тебе донатят, содержат тебя, содержат твою семью, содержат твоих вот этих вот мужиков, твоих коз, коров, все на свете, ты почему-то себе позволяешь выходить в столь неприглядном виде. Ты позволяешь себе вести себя, бог знает как, да, давайте вспомним ее предпоследний стрим, когда она сидит черти как, да, не то что кихимора болотная, как самая настоящая пугала, как самая настоящая чучела, и для нее это в порядке вещей. Выйти черти как одетой, бог знает как выглядит, да, вести себя ужасно, практически материться, оскорблять людей, то есть это нормально. А здесь, ну что же, ну должна же я выглядеть, типа как девочка, которая ухаживает за собой. Ой, поберуха, все бы ничего, но даже вот эти вот моменты и те, ты все это делаешь за счет, опять же, своих донатчиков. Потому что сама по себе ты получается полнейший ноль, да. Ну, я бы так не сказала, если бы ты не просила на ютубе каждый божий день. А поскольку ты сидишь и клянчишь каждый божий день, значит, ты сама по себе абсолютно ничего не представляешь, и сама по себе ты ничегошеньки не можешь. Короче, друзья мои, ролик заканчивается. Нам так и не сказали, а, собственно, почему он не приехал, да. То есть название-то было, что мы его ждем, а он не приехал. И в конце ролика все, я думала, нам что-нибудь покажут, а там показали уже, значит, что как раз-таки возле дома идет, там все разрыто, дети бегают, поберухи как всегда плевать, да. И вот это, знаете, рано радовались, значит, Саша типа не приехал. Или он не приехал, или Саша не приехал, но не суть важна. Но в любом случае никто ничего больше не показал. Короче, заинтриговать заинтриговали, и на этом, собственно, точку поставили. Но, видимо, что-то сейчас Лелька расскажет на стриме, который вот сейчас еще, пока я записываю, идет у нее на ее ютуб-канале. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, мои хорошие, всех целую и обнимаю. Всем всего самого наилучшего, хорошего дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал. Всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok